Конец июля, начало августа выдались напряженными для сотрудников пожарной службы. Так, 29 июля в городе произошло два возгорания. Огнеборцы тушили административное здание, пункт технического осмотра путей при железнодорожном вокзале. В этот же день пожар уничтожил две квартиры в частном доме по улице Большая Горная. 31 июля огонь разгорелся в частном секторе на танкистов. Послам очевидцев, пламя мгновенно перекинулись заборы на жилые помещения. 1 августа пожар в торговом центре город. Горели офисные помещения на седьмом этаже. 5 августа сразу три частных дома загорелись на пересечении улиц Посадского и Вольская. Во время тушения этого сгорания пострадали три сотрудника МЧС. О статистике и причинах участившихся пожаров на территории области мы поговорим с заместителем начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Саратовской области Александром Камышенковым. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Александр Сергеевич, в последнее время в Саратове участилось количество пожаров в жилых домах. С чем это связано и каковы основные причины возникновения сгораний? На сегодняшний день на территории Саратовской области у нас произошло 1320 пожаров. На пожарах погибли 120 человек. К сожалению, шестеро детей, 83 человека пострадали. Подавляющее большинство пожаров, это 80%, происходит в жилом секторе и в надворных постройках. Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. А почему горит именно центральная часть города? Центральная часть города в основном застроена частными домами, старыми домами. Очень плотная застройка. И при возникновении пожара в одном здании огонь быстро переходит на соседнее, близко расположенное здание. Так, допустим, 31 июля на танкистов сгорело три дома при возникновении пожара только в одном. Ну и вчера тоже пожар возник в одном доме на Посадского, а в итоге сгорело четыре дома. Александр Сергеевич, а скажите, какие причины возгорания на танкистов? Ну, предполагаемая причина пожара – там аварийный режим работы электрооборудования, электророзетки. Как сейчас оценивается состояние сотрудников, пострадавших во время устранения пожара на Посадского? При разборе конструкции, при проливке конструкции произошло обрушение стены одного из зданий. В результате обрушения травмы различной степени получили двое пожарных. В настоящее время жизни ничто не угрожает. Они находятся на лечении в медицинском учреждении. Сколько за последние несколько месяцев произошло лесных пожаров области? На сегодняшний день на территории Саратовской области зарегистрировано три природных пожара. Причины всевозможные. В основном, это, конечно, деятельность человека. В Воскресенском районе 1 августа небольшой площади пожар был, половина гектара сгорела. Но загорелся лес от травы. Трава загорела со стороны дороги. Поэтому предполагаемая причина – это неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. И расскажите, пожалуйста, как осуществляется профилактика возгораний? – Сегодня сотрудниками Государственного пожарного надзора проводятся профилактические рейды, обучающие сходы граждан, на которых разъясняются требования пожарной безопасности. Рейды проводятся по дачным массивам, по населенным пунктам, в основном прилегающим к лесным массивам. Ну, проводятся обучающие акции в оздоровительных лагерях с детьми. Ну, сейчас заканчиваются школьные каникулы, дети возвращаются домой, в города. Поэтому, конечно, хочется обратиться и к родителям, чтобы еще раз дополнительно детям напомнили требования правил противопожарного режима. Ну, и сами соблюдали данные правила. Спасибо большое, Александр Сергеевич, что пришли к нам в студию. Были рады вас видеть. – До свидания. – До свидания. А я напоминаю, в гостях у нас был заместитель начальника управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по Саратовской области Александр Камышенков. Продолжение следует...